Но перед посечением замка Асина давайте еще раз заглянем в храм Сэмпо, а именно в главный зал. И после того, как мы отдали хурму божественного дитя, здесь можно встретить старуху. И по закону жанра, игр Миядзаки, старуха умирает, закончив свою квестовую линию. И если раньше в играх от Миядзаки было хоть как-то понятно, отчего персонажи умирали, то здесь они умирают вообще при непонятных обстоятельствах. Ну да ладно, опустим это. Она нам показала последнее направление. И возможно это направление означает направление на часть света. То есть, как мы знаем, мы уже читали главу Возвращения Дракона, где было написано, что нам нужно вернуть наследника на запад. И возможно старуха как раз и указывала в направлении на запад. И давайте еще раз посидим в заброшенной подземелье. Здесь у меня осталось одно незаконченное дело, которое я в прошлый раз не стал выполнять, но мне подсказали как это сделать. Спасибо. Нам понадобится либо леденец Гатиина, либо благословение Гатиина. Леденцов у меня не так уж и много, лучше потратим 3 мм и духа, чтобы стать менее заметным. Так, далее нам нужна техника кукловода, она у нас уже стоит. И теперь нужно как можно менее незаметно подплыть к тем другим друзьям. С красными Возами. Это Досаку Инди Диамон. Делаем это как можно менее незаметно. Черт. Слегка слеповатый, глуховатый. Правда мешается ведро. Ну, появляйся. И мы захватываем Дидзиамона, и этот бой становится намного проще. Дидзиамон на самом деле очень сильный самурай. Обладает недюжей силой. И огромной катаной. У них, у обоих, просто огромное количество жизней. К сожалению, время Дидзиамона исчет быстрее, чем он сможет победить Досаку, поэтому я ему немного помогу. Оу! Да, лучше бы я не вмешивался. Дидзиамон погибает. И мы остаемся с этим очукнутым монахом наедине. Как можно понять из-за деяния Досаку, он явно представитель храма Сэмпо. Попробуем разобраться с ним как можно более аккуратным образом, чтобы не начинать все заново. Так как его атаки очень смертельны. И он еще к тому же очень мастерски выворачивается. Оу! Сгусток из тела ученых. И просто красный сгусток. Это выпало из Дидзиамона. По описанию они очень похожи на описание обычных красных сгустков, но все-таки немного отличаются. Круглый красный сгусток, найденный в теле красноглазого Дидзиамона. Сам по себе сгусток безвреден, но не растворяется и скорее всего остается в желудке навсегда. Даже после того, как его действие закончилось. И второй сгусток. Сгусток из тела ученых. Круглый красный сгусток, найденный в теле красноглазого Дидзюна. Накладывает статус красные глаза, устойчивость к прерыванию атак, но делает невозможным воскрешение. Досаку и Дидзюн были воплощением учителя и ученика. Часто бывает, что стремясь подражать кому-то, ты сам становишься им. То есть все-таки это был Дидзюн, который очень стремился подражать Досаку. Но в конечном итоге у него поехала крыша и произошло раздвоение личности. И давайте используем Идол Возвращения, чтобы ускорить процесс. Ну и настала наконец-то пора все-таки во второй раз посетить Замок Асина. И нам доступен только один Идол в окрестностях Замка Асина. Это вход в заброшенное подземелье. И кстати, я там рядом только что был. Можно было в принципе добежать пешком. И давайте посмотрим, что же здесь произошло. И давайте немножко сменим нашу амуницию. Ставим дрожжи. Благословение Гатиина. И также здесь нам пригодится техника кукловода. Но можно в принципе также воспользоваться и техникой дарования. Кстати, я не помню, читал ли я ее описание. Она более дороже. Техника Ниндзицу, обогрещающая клинок крови противника. Расходы, темлемый духа используя кровь как продолжение клинка. Активируется после выполнения смертельного удара сзади. Эта техника создает колдовской клинок из пролитой крови врагов. Колдовской меч похож на клинок бессмертных, но бессмертных им не убьешь. И здесь еще также лежит тяжелый крышлек. Не помню, либо я в прошлый раз его забыл взять, либо он здесь появился, так как при повторном посещении замка Асина здесь некоторые предметы появляются. Там вдалеке можно увидеть нашего старого доброго здоровяка с его собаками. Собак убивайка. Здоровяк похоже так просто от нас не отстанет. Можно конечно же его как всегда не убивать вообще, просто прибежать мимо. но он упорный, прям прет с удовольствием надролом. Да, еще каким-то образом меня заметил, ну давай. Валим отсюда. Не будем заострять на нем внимание. здесь у нас какая-то паника. Как можно видеть, нас встречают новые противники. Это как раз воины того самого министерства, централизованной власти, которая пришла подмять под себя земли Асина. Много раз мы уже потом слышали, отгимитируя и других персонажей, что в скором времени министерство нападет на эти земли, особенно после того, как умрет Асин. И здесь у нас есть несколько вариантов, как попасть в сам замок. Можно в принципе пройти здесь. Но мы пойдем через центральный уход. Они в Орву. Кто они? Ну, пойдемте разберемся, кто же там в Орву. Ну, это больше похоже на подсказку, что нам нужно через Ров добраться до нужного нам места. Но это, опять же, как вариант. Можно было пройти и по-другому. И, как можно видеть, здесь появились такие вот бамбуковые полотна, по которым воины министерства атаковали замок. Мост разрушен. Теперь единственная возможность это попасть в замок с другой стороны. Ну, теперь мы можем нырять. О! Карп! Что тут? А ты что здесь делаешь? Драгоценная чешуя. Теперь можно подплыть под замком местной канализацией. и забраться наверх с другой стороны. Здесь у нас также есть два пути. Можно очень коротким способом пробраться в сам замок, так как здесь стоит вот это полотно. Но не так просто это сделать. Здесь очень много опять же шпиков министерства, которых мы уже неоднократно встречали. У меня что-то поджал прям в углу. еще и скинул здесь. Самый конечно удобный ландшафт для сражений. так стоять. Ну такие шпики не самые худшие что здесь может встретиться. Есть такие же только в белых капюшонах. Они более серьезные противники. Они здесь даже поставили свечки чтобы наверное было лучше видно. хотя на улице не так уж темно. Итак это один из вариантов как очень быстро можно попасть в сам замок. Как вы понимаете нам нужно как можно быстрее бежать и спасать Кура. Денизот опять можно видеть трусливых бойцов Асина. Бесполезное мясо. И давайте активируем один из идолов. Отдыхать пока не будем чтобы не восстановить всех вокруг. Похоже очередная стучка. Войны министерства достаточно серьезные противники но если к ним немножечко приловчиться то не так уж сложно их выносить. Так мы прошли как раз вон там проплыли там вышли с другой стороны как раз если бы я прошел здесь ну давайте счет удоверности сходим сюда вниз зажгем еще один идол как раз это второй путь если бы я спрыгнул с моста не пошел бы через центральные врата можно было пройти здесь сбоку то самое место откуда мы начинали игру но здесь нам пока делать нечего возвращаемся обратно к замку и не будем сильно торопить события давайте постепенно потихоньку помаленьку разбираться что здесь происходит потому что здесь обновились некоторые предметы появились новые ничего сверхполезного но все же пока они там дерутся немножко осмотримся по сравнению с воинами асина конечно воинами министерства намного точнее никаких шансов просто не дают они вообще асину нужно приплачивать за то что я им тут помогаю его никудышным бойцам отбивать нападение с масла черный порох как можно видеть время суток изменилось стало немного темнее дело близится к закату и похоже всех полуночников тоже перебили и отсюда можно видеть как на крыше торчат эти красные шапки да это шпики министерства очень вредные противники и лучше с ними вообще не связываться это очень большая головная боль которая практически никак не поощряется поэтому я не буду останавливаться на них просто пробегу соберу здесь магнетит и по-моему здесь больше ничего и нет эти карлики эти карлики просто очень большая заноза в заднице немножко здесь смотрюсь ну похоже здесь все так давайте отсюда выбираться к сожалению центральные врата заперты но мы без проблем можем обойти и с другой стороны так сказать зайти с черного хора к тому же хорошие люди здесь для упрощения задачи поставили бамбуковый помост здесь нужно быть аккуратнее прикрыл свой собак собаку что не мешалось да хватит свистеть будь ты мужиком без собак так у нас есть еще шесть бутылок вполне достаточно здесь сейчас будет не очень приятное место которое в принципе можно спокойно пробежать и сильно не заморачиваться вон там как раз шпик министерства в белом капюшоне очень сильный противник здесь также внизу еще двое там справа еще один теоретически здесь можно использовать благословение гатиина и пройти это место по-тихому да прошел это место по-тихому как вариант просто можно было сделать из одного из них марионетку здесь еще собаки спританились вообще классно было бы захватить этого парня в капюшоне прыгает по крыше истинные шиноби это место мне чем-то очень сильно напоминает игру тенчу так он идет на свою позицию здесь там и тебя и ждем по идее можно было это все место просто пробежать и сильно не заморачиваться но давайте оу не смог это обидно что я не смог нанести смертельный удар в полете ну давайте посмотрим на эту разборку долго конечно заряда батарейки не хватит главное не навернулся с крышей что-то я совсем тут заблудился ах ты е-мое блин еще эти две крыши меня прижали и соседи еще музыку включили блин новый год чувствую придется сейчас мне паузу сделать в записи потому что в такой обстановке записывать очень удобно потому что мне сейчас еще и жопу надерут поэтому пожалуй я предпочту ретироваться отсюда здесь есть и долл речка пока отдыхать не будем посмотрим посмотрим что у нас здесь есть собаки кто остался живой да жестко парень повис у него там есть какой-то предмет надо его забрать все решим блема духа вообще это не было так задумано если честно где остальные это похоже они все обиделись и убежали либо упали вниз ну да ладно так здесь можно поговорить обеделись обеделись о чтобы обедил так сейчас что они ждут грязь 同 жопу о м п 7 Но что бы ни происходило Не заходите в это окно с этой стороны Лучше идти по старинке Через это окно снизу Через зал резчика Где можно спокойно отдохнуть Перевести дух И идти дальше Здесь у нас вроде кажется Как будто бы все по старому Странно эти Самои охотят как ни в чем не бывало Когда у них тут Под носом орудуют Войска министерства К тому же один из них Вот так вот спокойно стоит И вы можете слышать Чей-то войну Нашего старого знакомого Помогай ей разбираться Помогай ей разбираться Там он еще один стоит Не, он где-то меня заметил Сейчас уже жесткая миссия Начнется чувствовать Так же Просу Так же Кровавая баня Прям как в фильмах Квентина Тарантино Убить Билла Наверху здесь ничего интересного не появилось Что-то еще валяется Все, больше дрожжи В глазах помутнело Сказал мел Что ж такое второй раз Не успел Сделать Микири В третий раз уж извини Воздухарился парень А, за них дают очень мало опыта Здесь мы уже когда-то были Можно понаблюдать за битвой И похоже, что опять не в пользу Гоина Фасина Это Камасутра там происходит Просто без шансов И давайте попробуем Асина Что он-то там делает А он, как ни в чем не бывало Разговаривает сам Мой Да, пусть горит все огнем Да, пусть горит все огнем Но Эмма не отпускает Асина Разобраться с этой проблемой Секиро Исхилу К сожалению, нет. Ничего интересного они не говорят, но... Здесь кое-что еще появилось. Вдруг, откуда ни возьми, здесь появился ящик. Не знаю, кто его сюда приволок, вдруг. Возможно, Эмма откуда-то его притащила. Черный свиток. Старый текст с описанием черного клинка бессмертных. Кроме красного клинка бессмертных, существует и черный. Его имя – Открытые Врата. Говорят, что он способен открыть врата в подземный мир. Своей силой он создает жизнь. Заклинаю вас, делайте подношение крови дракона. Да, мы уже слышали о том, что помимо красного клинка есть и черный. И если здесь прижаться, то можно подслушать весьма интересный разговор. Субтитры создавал Dima. Субтитры создавал Dima. И здесь мы уже услышали много чего интересного. о том, что все-таки второй клинок находится у генитира. И то, что он пойдет во все чашки, чтобы защитить земли Асина от министерства. И так как ему для этого понадобится Кура, нам рано или поздно с ним придется еще раз столкнуться. И здесь на чердаке у нас ждет еще один идол. И вот как раз то самое место, о котором я говорил, что не захотите в это окно с этой стороны. Иначе на вас нападут сразу двое, и один из них является таким мини-боссом. Здесь есть два варианта. Это либо сделать из этого парня маринетку, либо высосать из него кровь. Ну давайте здесь все-таки... Первый вариант, мне кажется, более перспективный. Одинокая тень, рука бесчестия. Мы уже встречались с подобным парнем, он неплохо направляет. Напасть на него сзади и снять ему полоску, по-моему, невозможно. Как случай у нас замечает. В первую полоску нам поможет ему снять его бывший старовище. Можно было использовать какой-нибудь леденец. От этого лучше отклоняться. Да, не вовремя я потерял всю концентрацию. Блин. Оу, не стал делать горизонтальный удар. Ах ты, ё-моё. На последнем издыхании. Теменем, не получилось. Быстро с ним расправиться. Фух. Не он дает кусок воска. И бусин отчеток. Здесь это описание, которое мы уже читали. И вот эта девушка, которая изображена в этом холсте, похоже, не кто иная, как... Томоэ. Ну, в принципе, можно было на этом закончить и идти на крышу спасать Кура, но нет. Давайте забежим еще в пару мест. Перед этим отдохнем. Переместимся в верхнюю комнату. Разогнался я. Это не очень хорошо. Да, мы попробуем расправиться с ним как-нибудь быстрее. Главное, чтобы у нас тут фиолетовый приятель не заметил. И здесь давайте используем технику дарования. И, кстати, нам здесь еще понадобится что-нибудь поджигающее. Забил наш клинок кровью. Так, и где наш товарищ? Чтобы облегчить себе жизнь, нужно попробовать упасть сразу ему на голову. Ну, типа того. Как мы знаем, ребята с красными глазами очень сильно боятся огня. И пока я тут раздумывал... Мой клинок не стал быть кровавым. Оу. Пендель обнарисовал мне хорошего. Как вариант, чтобы еще больше себе облегчить жизнь, можно открыть эти врата. За ними находится как раз центральный вход в замок. Где воины министерства прессуют солдат Афасина. Можно этого здоровяка на них натравить. Чтобы не очень он не натравился. Одного он там, по-моему, неплохо заломал. Показав вам несколько приемов из Рестлинга. Давайте сейчас попробуем, если кто-нибудь живой еще есть. С этим можно только поговорить. Но что самое интересное, это то, что он теряет нас из виду. Но, к сожалению, восстанавливает себе вторую строку жизни. К тому же еще каким-то образом меня замечает своей задницей. Что ж, ладно, давайте уже по-честному дальнейшему сразимся. Что ж, ладно, давайте уже по-честному дальнейшему сразимся. Да, блин, я уж думал, я его добью. Всю хату разнесли. Можно было разбавиться намного быстрее, но, как всегда, не ищу легких путей. Так, я ж тебе поджег. Продолжает, но и ломать мебель. Уже ломать нам нечего. Да что ж ты будешь делать опять успеха. Оставляет немножко жизни. Продолжение следует... И он дает очередную бусину отчеток. И лекарство Синоби 3 уровня. Пассивный навык, усиливающий эффекты лечебных предметов. Синоби сражается в одиночке без помощи товарищей, поэтому знание медицины очень важно. Но изучить эту технику можно лишь после многочисленных ранений в боях с сильными противниками. Ну что ж. Мы здесь открыли проход. Теперь мы можем пройти заднюю часть замка. Здесь еще у нас одно дельце небольшое. Ну, это старый разговор, что воинам Асина не хватает соли. Значит, на него льма духа. Бутылок у меня маловато, конечно. Продолжение следует... Помните того самого монаха в деревне Хирата, который говорил что-то о деньгах? Заплатят ли ему? То, похоже, это он и есть. Мелочная тварь. Ну, здесь есть идол резчика, где можно подкрепиться. Так, ну ладно, второй раз этих ребят я убивать не буду. Давайте посмотрим, есть ли шансы генерала против однорукной тени. Убиться, они, похоже, здесь будут очень долго. Бои, что у генерала шансов не очень много. Давайте ей немножко поможем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Какий парень? Ну давай, генерал, поактивнее. Старая пляча. Сейчас они обидятся и будут вдвоем у меня одного долгать. Куда-то останавливается, полет. У меня уже пять очков опыта. Можно будет что-нибудь изучить. И давайте посетим еще одно место. То самое место, где мы встречали в последний раз Тенго. Собаки, блин. Так, здесь нам могут пригодиться петарды. Да, Асин еще не такого может убить. Давайте попробуем подкрасться к нему сзади незаметно. Так, нам нужен линей Ацака. И этот парень очень непрост. Но если у меня выйдет, то я попробую его завалить очень быстро. Главное не дать ему включить свой газ. О, блин. Есть. И он дает желтый порох. И еще одну бусину отчеток. Так же 2300 опыта. А его убитый приятель нам дарит божественная капля крови. И очередной идолвейщика, который нужно заново активировать. Давайте влучшим свою выносливость. Сделав еще одни четки. Четки из таких бусин популярны среди могучих воинов. И здесь как раз раскрывается, кто такие одинокие тени. Клан Одинокие Тени, доверенные агенты министерства. У предводителя клана Масадсуна Арибы 17 детей, каждый из которых владеет особой техникой. Я, конечно, не считал, сколько я их уже убил, но где-то примерно к этой цифре уже близится. Теоретически мы готовы, чтобы переместиться в замок Асина, в верхнюю башню. Итак, нам предстоит серьезный бой, к которому нужно хорошо подготовиться. Для начала изучим какой-нибудь навык. Для этого, чтобы получить уникальную ветку навыков, нам нужно изучить какой-нибудь из стилей полностью. И, наверное, самый полезный и быстрый, который можно изучить, это стиль Асина. Давайте это и сделаем. Изучим навык Поднимающийся Карп и Текущая Вода. Воины Иссина знают, что атаки противника подобны водам земель Асина. Их нужно пытаться не остановить, а направить в другое русло. И нам в этом стиле осталось изучить три навыка. Общей ценой в 10 очков. Последний навык называется Крест Асина. Дает навык Крест Асина. Боевое искусство нанесения быстрого удара. Расходует эмблемы духа. Встав в стойку, можно нанести удар раньше противника. Тайная техника. Быстрое убийство. Молниеносный удар. Крест-накрест. Таким ударом можно даже отрубить руку Сури. Так утверждает Иссин Асина. Похоже, этим ударом он и отрезал руку Резчику. Я, кстати, совсем подзабил на стиль храма. Здесь тоже есть неплохие пассивные техники, которые дают неплохие бафы. Но ладно. За всем не угонишься. В принципе, это все можно будет потом подфармить. Итак, что нам нужно еще? Давайте поставим какие-нибудь бафы. Например, Алиниен Сунга. У меня их накопилось аж 21 штука. Также нам может пригодиться зонт, петарды и сюрюкены. Из боевых искусств поставим эти модзи. Ну, а техника, в принципе, нам не понадобится. Ах да, еще будет очень полезный церемониальный танто. 19 эмблем хорошо, но 24 еще лучше. Теперь нам нужно просто как можно быстрее забраться наверх замка, где нас уже давно заждались. Продолжение следует... Так olsun. Церемических цар Субтитры сделал DimaTorzok Итак, как мы можем видеть, наш приемный отец Филин каким-то чудесным образом выжил. И у нас есть выбор. Следовать Железному Кодексу и оставить Кура. Либо нарушить Железный Кодекс и остаться верным Кура. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Но очень посредственный боец Который, я думаю, бить вам не составит большого труда Но она меня все-таки убивает И вот эта связка, которую она пытается повторить Это связка Томое Который обучался динитиру Томое Но видно, что опыта у нее, конечно, еще маловато Это выпад, можно было бы его делать в метире Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorова Продолжение следует... 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 Валерий Курас Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...